здравствуйте уважаемые друзья по вашей просьбе я продолжаю тематику зимних мушек которые не только зимние но работают круглый год в таком своеобразном наборе который вот перед вами почти собран весь комплект на что можно рыбачить зимой в процессе вязания мушек я буду объяснять как работает та или иная мушка сразу вас поставлю в известность что я буду высказывать свое личное мнение учитывая то что я не сторонник зимней рыбалки потому что условия во время зимней рыбалки неравны если там где мы не можем летом или весной добраться до определенного места где рыба от нас прячется то зимой мы ее можем найти везде и мое личное мнение что в большинстве случаев вместо того чтобы спокойно пережить зиму нашей рыбе приходится бороться опять с рыбаками подчеркнул это личное мое мнение я во время всех рыбалок даю всегда шанс рыбе а зимой шансы неравные учитывая то что зимой кардинально отличается условия рыбалки и рыба не всегда активно и не всегда кормится так как летом игра приманки должна как можно ближе напоминать ту кормовую базу которую она видит каждый день поэтому учитывая вот то количество приманок которые вы видите перед собой вы должны сами знать хорошо водоем какая предпочтительная кормовая база той или иной рыбы и выбрать для себя ту или иную приманку но опять же как вы прекрасно понимаете никогда насекомое в одиночном экземпляре не появляется перед рыбой тот же допустим ручейник тот же был допустим бокоплав они живут какими-то своими колониями и проживает благоприятных местах поэтому нет смысла будем говорить так на середине водоема ловить на бокоплава но есть смысл допустим взять и попробовать на вот такие крашеные цветные как я их называю опарыши разных цветов рыба по своей сути достаточно любознательно также как и человек поэтому если не из вопроса чтобы покушать то есть любопытство рыба всегда старается ухватить нашу приманку и в процессе если вам понравится допустим эта тематика и так дальше в таком стиле продолжать я вам для них буду поэтому давайте мы сейчас над свяжем одну мушку нимф очку которая по вашей же просьбе она должна быть простой что я для вас сейчас и буду делать как обычно я беру крючок граб шримп любой который будет напоминать то насекомое которое вы используете и и учитывая то что в зимнее время предпочтительнее допустим карась который не всегда ложится на спячку как я говорю и плотва то я поставил белую бусинку это уже проверено для этой рыбы учитывая маленькие габариты моего крючка а это 12 номер я взял обыкновенную трансформаторную проволоку медную и огрузил тело как видно от возле шарика еще остались элементы этой проволоки тело можно изготавливать как из нитки или же вот как у меня имеется или вот такая флуоресцентная леска или же вот такая тоже флуоресцентная леска подберете по своей толщине по своим габаритам и я выполнил белую подложку так как учитывая то что черный цвет будет у нас пробиваться теперь нам необходимо промазать клеем чтобы наша леска хорошо держалась и произвести намотку не доходя миллиметра три до шарика там мы будем с вами изготавливать грудку и делать импровизированные лапки но для того чтобы вы нормально закрепили леску вам необходимо вот край ее взять утконосы и хотя бы сантиметр вот так посплющивать тогда она у вас спокойно будет крепиться на нашем теле давайте изготовим тело и закрепим другую нить мы с вами обмотали леска тело я немножечко для того чтобы не подкрашивать обмотал еще люрексом голографическим и чтобы время не проходило зря сразу закрепил перышко которая у нас как обычно бывает когда мы с вами перо куропатки или перепелки разбираем у нас остаются вот такие как я их называю детородные перышки закрепил его прямо у шарика и взял парочку бородок нашего павлина если его нет можно заменить спокойно на люрекс и вскрыл совсем совсем немножечко только чтобы прошло между слоями лак можно использовать как я уже неоднократно вам рассказывал вот такой клей это будет значительно быстрее и подождем пока она у нас все высохнет тело наше уже подсохло теперь нам остается с вами буквально выбрать сколько слегка подкрутим чтобы было удобно и выберем два три четыре оборота сколько у нас получится нашим пером сделать вот такую вот небольшую грудочку буквально совсем совсем крючок надо поставить в удобное положение чтобы перо наше не сползала вот ровно столько оборотов нам будет достаточно закрепим теперь наше перо и остатки отрежем закрепили перо и теперь желательно взять перодержатель и выполнить очень очень аккуратно так как перышко нить нежное выполнить нам пару оборотов видите отрвется выполнить пару оборотов у нашего шарика и сделать завершающий узел закрепили перо и буквально я так чтоб скрыть нашу нить добавил щепоточку нашего люрекса дабинг который голографический и все вот наша мушка такая как вы видите готова к работе как я уже неоднократно рассказывал можно спокойно использовать и пуховое перо можно было намотать выберите для себя сами или же можно использовать как я обычно использую вот крашеное перо курицы но в таком варианте который изготовили мы он это собирательный образ вроде бы опарыш в то же время и ручейник и что-то к бокоплаву есть поэтому подберете для себя сами как вы видите довольно таки симпатичная и привлекательная нимфочка благодарю вас за внимание до скорых встреч